Вспомнил, о чем хотел с вами поговорить, пока буду ехать. О, уже, честно говоря, невыносимо, блин. Как позвонит какой рекламист, то есть продавец с рекламного агентства из Гродно. То, честно говоря, ты хоть стой, хоть падай, блин. Невозможно нафиг. Все-таки рекламная, это мое профессиональное, и переговоры тоже, поэтому наслаждайтесь. Смотрите, первый момент, когда вы звоните незнакомому человеку, обязательно медленно поздоровайтесь, послушайте, что он вам скажет. Здравствуйте или привет. И представьте, скажите, меня зовут Ольга или еще кто-то очень отчетливо. И откуда вы звоните? Скажите причину вашего звонка обязательно, то есть коротко, не спеша. Из рекламного агентства хочу вам предложить то-то, 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 блядь. Не спросили ни как зовут, ни если у тебя минутка, ни хера. Я сегодня уже скрипя зубами, ладно, думаю, бог с ним. Потом ее сам как-то так осадил спокойным голосом. И уже человек мне понятно начал объяснять, блин. С энтузиазмом, с интересом каким-то говорить. Когда вы звоните и начинаете тараторить, сразу сходу грузить, особенно еще таких людей, допустим, как я, я как профессионал в этом плане, я не могу этого слушать, блин, вообще не могу нафиг. Вот. Дальше вы уже познакомились с человеком, сами представились, представили свое агентство и начинаете медленно, опять же, тоже не спеша рассказывать о том, что вы продаете. Допустим, причину вашего звонка назовите. Я звоню вам потому-то, потому-то. Мы вот нашли вас, если вы скажете, откуда вы взяли номер телефона, или там вы наблюдаете, или мы видим, что вы размещаете рекламу в том-то рекламном носителе, то это будет вообще большой-большой плюс вам. Потому что найти рекламодателя, это еще полдела. Нужно еще дать ему понять, что вы работаете, что вы занимаете, что вы неизвестно где взяли эту базу, а четко знаете нас уже, четко знаете наши продукты и четко понимаете, что вы могли бы нас рекламировать. Вот. И уже потом, когда вы развеете все вот эти моменты, все моменты, которые беспокоят ни одного меня, предприниматели многие подтвердят, что когда вам звонит какой-то незнакомый человек и начинает что-то продавать, хочется чисто одно. Сказать, откуда ты взялась вообще, или откуда ты, Вася, взялся, и откуда ты, Вася, взял мой номер, блин, и какого фига ты звонишь, меня отвлекаешь, да, там, от работы. Так вы, в принципе, все развеяли, вопросы все решены, и, соответственно, уже настрой совсем другой, можно общаться по делу, разговаривать, если есть время и так далее. Вот. Не надо с первого звонка грузить, как эти, блин, звонят нафиг, по телефону, блин. Не спросив, ни как тебя зовут, ничего, блин, нужен ли тебе там этот овчинный плед, или что они там продают. Да звонилось, и сразу один вопрос. Вы из Волковыска? Да, из Волковыска. А, ну то, блядь, идите на это. Это собрание, блин, пенсионеров, там вам будут продавать, блядь, дорогущие овчинные пледы по миллион рублей, блядь. Вот и все. Так кто с такими захочет разговаривать? А от них уже всех людей тошнит, блядь. А вы именно напоминаете именно этих людей, когда звоните и начинаете сходу, блядь, продавать, ни на ни здрасте, ни на сяру, ничего. Как пошла, блин, еле остановить уже. Уже думаешь не то, что как купить, а как свалить с этого разговора, как остановить этого продавца, блядь, потому что невыносимо. Поймите, дорогие мои, первое касание, первое касание, а вы первый раз мне сегодня звонили, это первое самое важное касание. Абсолютно самое важное. Как вы себя в самом начале поведете, так у вас будут и покупать рекламодатели ваши услуги. Я вам говорю, поверьте мне, попомните мое слово. Сядьте, аккуратненько потренируйтесь, посадите босса, подругу, друга, коллегу и просто потренируйтесь. Четко, не надо торопиться никуда. Подняли трубку. Я обычно поднимаю так. Подушков, здравствуйте, вы выслушали. И можно сказать даже, здравствуйте, подушков. Вы же должны как бы слушать, да, что он говорит и как он поднимает трубку. И я всегда поднимаю трубку на незнакомый номер. Подушков, здравствуйте. И вы могли бы, если бы были грамотный продавец, маркетолог, вы бы могли за одну секунду мне продать. Сказать, здравствуйте, подушков. Все. Я ваш навеки. Потому что вы услышали меня и с уважением отнеслись. Показали, что вы слушаете. Все. Вот, продажа за секунду, блин. А не, вы даже не расслышали, как я трубку поднял. Что я там сказал? Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я продаю рекламу с такого-то рекламного агентства. Хочу вам предложить календари, блин. И пошла, блин. Мне нафиг такие календари не нужны. Но мне для начала нужен конкретный разговор, в котором мы с вами знакомимся. В котором я начинаю понимать, кто мне звонит, как мне звонят. Профессионалы вы или нет. Давно вы на рынке. Сколько вы на рынке. Почему вы позвонили именно мне. У меня тоже масса вопросов к вам. Так что учитесь, друзья. Пока старый жив. Вот. Не травмируйте мою душу такими звонками. Не травмируйте мою душу такими звонками.